А если дальше говорить на языке цвета, то на этих выходных россияне обсуждали действительно очень яркую новость. 1 октября, как известно, теперь запрещено на балконах жарить шашлыки. Оказывается, так можно было. Почему же не предупредили? Кстати, запрещается не только это. Теперь будет и другой запрет, о котором нам расскажет Мария Шаренко, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым. Доброе утро. Марина Филиппова. Доброе утро. Ну, я думаю, что у вас эта новость о том, что теперь курить на балконах запрещено, только обрадовало. Ну, вы знаете, наверное, может быть, не совсем обрадовало. Объясню почему. Ну, многие инициаторы считают, что это в корне изменить ситуацию. Это может в корне изменить ситуацию, но может добавить напряженности в взаимоотношения соседей. Почему так? Дело в том, что при курении на балконах пока еще не вынесено какой-либо нормы административного права, которое бы позволяло сотрудникам правоохранительных органов оформлять каким-то образом это. Соответственно, если у соседей хорошее отношение, то никаких вопросов, как правило, не возникает. Если же у соседей не очень, а отношения такие достаточно напряженные, и один из них будет курить на балконе, то шансов, что более здоровой, думаю, обстановка не будет ни у одной семьи, ни у другой семьи. Здесь нужно учитывать еще такой момент. Само по себе курение на балконах, да, действительно повышает определенную пожароопасность. Но если люди не будут курить на балконах, значит, они будут курить в своих помещениях. Будет ли это достаточно хорошо для всех остальных в семье, это очень большой вопрос. Это с одной стороны. И с другой стороны, как правило, вызывает, ну, как бы, проблему конфликтную не само курение, а побочные отходы. То есть это то, что может прилететь к нам сверху. Вот я категорически против вот таких вот, как бы, моментов, связанных с выбрасыванием мусора, как бы, на головы всем остальным. Рина Филипповна, здесь же инициаторы обращают на другую проблему, на проблему пассивного курения. То есть одно дело, когда человек травит сам себя, а другое дело, когда рядом в окружении находятся другие люди, которые непроизвольно дышат этим дымом. Это понятно. Но вот смотрите, если в семье есть курящий человек, и он курит, ну, будем так говорить, он в любом случае будет курить, как правило. Одно дело, если это на балконе и ограничено хотя бы чем-то, а если это будет, скажем так, внутри помещения, то это опять-таки не оздоровит ситуацию внутри семьи. То есть тут нужно очень дифференцированно подходить именно вот к тем, кто курит на балконах. Как же быть? Может быть, вы видите какой-то выход? Как быть? Ну, все сразу не прекратят курить. Это как бы, может быть, имеет смысл где-то в домах делать определенные комнаты, вот как сейчас есть в гостиницах, то есть, грубо говоря, места для курения, которые бы позволяли, с одной стороны, вывести это из жилой зоны, и с другой стороны, ну, как бы, и с точки зрения пожароопасности. То есть это в одном помещении, там есть соответствующие средства, как правило, пожаротушения. То есть так, как это, как правило, в гостиницах, то есть сейчас. Даже в аэропортах есть такое, где делают маленькие комнаты. Закрытые. Ну, не у нас, не у нас. Не у нас. Ну, а вот как вообще такие навязчивые, я бы сказала, методы, знаете, когда на пачках сигарет рисуют страшные изображения, когда повышают стоимость сигарет, когда запрещают на балконах. Это работает, это действует, люди начинают действительно бросать, курить. Это действует, как правило, на такую категорию, которую вы только начали. То есть оно уменьшает спрос, но именно среди категории людей, которые, так скажем, недавно курят. Или же те люди, которые уже на себе определенный момент курения почувствовали, и для них это может послужить определенным толчком. Да, это оздоравливает общество, несомненно. Но есть категория людей, которые, скажем так, говорят, вот я хочу, я буду. Вне зависимости от того, запрещают мне, не запрещают. А если мне запрещают, то я еще больше. А есть, может быть, какое-то процентное соотношение? Потому что, мне кажется, все-таки таких людей последних, о которых вы говорили, большинство. Нет, на самом деле их не большинство. Они создают определенный, ну, будем так говорить, костяк традиционных курильщиков. При этом, как правило, эти люди, они всегда конфликтны сами по себе. Поэтому тут будет еще, как бы, дополнительная, ну, скажем так, дополнительная зона выплескивания эмоций для них. Ну, придется с этим мириться. Алина Филипповна, ну, мне кажется, в последнее время курящих стало действительно меньше. Но я заметила другую тенденцию, что люди стали переходить на электронные сигареты. И недавно тоже эта новость обсуждалась. Насколько они опасны? На электронные сигареты, либо на заменители, вот так называемые электронные системы доставки никотина. Это, да. То есть, может быть, это, с другой стороны, и определенная коммерциализация. То есть, естественно, если продукт для чего-то придуман, соответственно, его будут продвигать самыми различными способами. Ну, а вот вы нам как специалист скажите, сегодня электронные сигареты, они опаснее, чем обычнее? Потому что у них же все-таки как синтетически идет добавки синтетические. Понимаете, как бы, вот исследований по поводу действия, конкретного действия электронных сигарет пока еще нет. По той простой причине, что это, ну, скажем так, недавняя тенденция. То есть, это дело, ну, последних, будем так говорить, пяти, шести, семи, может быть, лет. А для того, чтобы понять, каким образом оно вот воздействует, какие точки приложения у конкретных людей, вот точно так же, как вот по табаку, там понятно, потому что это уже, ну, будем так говорить, вековая традиция определенная. Там понятно, есть одно, есть второе, есть третье. Здесь такого пока еще нет. И я так думаю, что еще, как бы, это все через определенный период времени аукнется. Марина Филипповна, спасибо вам за то, что делаете вместе с нами, помогаете нам делать это утро информативным. Но нашим телезрителям я хочу напомнить, что у нас в гостях была Марина Шаренко, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым.